Инструкция для новых пользователей, ну также и для старых, которые вместо имен своих товарищей видят непонятно что, непонятные цифры, непонятные картинки и ни о чем не говорящие им буквальные символы. Так, ну давайте начнем с того, что впервые войдя в группу и не имея у себя в списке контактов телефонов всех участников, вы будете видеть только аватары, рядом с ними так называемые самообзывалки и номера телефонов участников группы. Чтобы у вас все сообщения в группы стали опознанными, ну естественно перед каждым сообщением, чтобы стояла или фамилия, имя, отчество или там какая-то партийная кличка автора, вам придется немножко потрудиться. Самый легкий, но затратный по времени способ это прочитать форум с самого начала, что бы я вам кстати и советовал. Открою секрет, что у нас с самого начала принято, что заходишь на форум, сразу представься, что я вам сразу советую сделать. Но для тех, кто не имеет время и желание читать всю эту ерунду, которую ваши друзья здесь выдавливали из себя, возможны следующие три варианта. Если у вашего однокурсника в аватарке его опознаваемая фотография, то кратковременно нажав пальчиком на его номер телефона, надо выбрать в выпадающем меню пункт «Добавить в контакты». Просто внести его фамилию, имя, отчество или партийную кличку в открывшемся окошке и нажать на кнопочку «Сохранить». Второй вариант. Если у вашего однокурсника в аватарке ничего нет или есть фото какой-то хрени, то необходимо прочитать самообзывалку. В принципе, по каким-то только вам понятным признакам вы можете понять, кто же этот человек. И в этом случае точно так же кратковременно нажав пальчиком на его телефон, выбираем в выпадающем меню пункт «Добавить в контакты» и вносим фио или партийную кличку в открывшееся окошко. И так же жмем «Сохранить». Ну и третий вариант. Если в аватаре какая-то хрень, буковки в самообзывалке ничего вам не дали, в этом случае чуть дольше держим пальчиком на номере телефона интересующего вас и убираем его с номера только тогда, когда сверху появится зелененькая полосочка со всякими там символами. Выбираем среди этих символов больше всего похожий на стрелку налево, жмем его и на появившейся снизу клавиатуре набираем запрос. Ну типа, извините, кто это? Хотел бы с вами подружиться, давайте перейдем в личку. Ну в общем, все, что хотите, пишите, чтобы человек вам ответил и самообозвался. Если же вы это делать не желаете, то можете, конечно, ничего вообще не предпринимать, просто участвовать в форуме и каждый раз задавать человеку, с кем хотите вести диалог, вопросы типа «А кто ты такой?». Ну, сами понимаете, к чему это может привести. Теперь о том, что запрещается в группе. Ну, во-первых, разговоры о политике. Ну, кроме тех, которые складно вписываются в общий диалог, и то желательно в однократном виде, не затягивая. Второе. Запрещено материться. Мы здесь ничуть не любим ругаться матом. Ну, естественно, частенько пользуемся им для связки слов и для выражения бурных эмоций. Вот только так. Так скажем, запрещено хамить по любому поводу. Воскорбления в любом виде будут приниматься как грубое нарушение правил группы, и человек будет вычеркиваться из него всегда. Так, ну и желательно, конечно, не повторять одно и то же сообщение несколько раз. Давайте так. Кто уж совсем хронический склеротик, то пускай вместо аватарки вешает фотографии и справки о болезни, ему можно по 10 раз одно и то же говорить. Ну, как на всех форумах, пропагандировать и торговать наркотиками нельзя. Ну, и чтобы не раздувать форум, давайте в запреты введем следующее, чтобы не заполнять группу однотипными сообщениями. Представляете себе, если каждый будет с утра говорить доброе утро? Да мы здесь запутаемся в сообщениях. Давайте, если уж кто-то написал с утра доброе утро, типа кто первый встал, того и тапки. Не надо выпендриваться и совать свою какую-то открытку, свое пожелание добрым утром. Все знают, что мы можем накачать сколько угодно этих поздравлялок и заполнить форум на ура. То же самое относится с поздравлениями с праздников. Один поздравил с днем авиации, все остальные ходят довольными. Если хотите кого-то персонально поздравить, шлите ему в личный чат. Так, ну давайте только вот в качестве исключения введем те видеопоздравления, которые разрешено будет нам вставлять здесь в любом количестве. Это видеопоздравление, в котором человек заснял свое лицо, сел, поздравил всех. То есть это нам всегда будет приятно увидеть. Ну, из того, что разрешено в группе, давайте то, что интересно всем, то пускай будет пока разрешено. А потом, если надо, дополним еще. Продолжение следует... Продолжение следует...